Давайте потихоньку продолжать. В прошлый раз мы обсуждали всякие обычные нейросети, то, что называется многослойным персептроном. Я напомню, как он устроен. Через секунду. Сегодня мы будем обсуждать такие более практические вещи, а именно нейросети, которые умеют работать с картинками. Это, надо сказать, было первым, ну, первым не первым, но, по крайней мере, вся революция, связанная с нейросетями, пожалуй, началась именно со сверточных нейросетей, которые мы сегодня будем обсуждать. Значит, напоминание. Значит, мы обсуждали то, что называется многослойные персептроны. Персептрон. Он же полносвязная нейронная сеть. Значит, это была такая конструкция. У нас есть какое-то количество входов. x1, x2 и так далее. xn. И дальше есть какое-то количество промежуточных скрытых слоев. И дальше есть какое-то количество промежуточных скрытых слоев. Есть какое-то количество выходов. И сеть устроена как-то так. Здесь, допустим, выходы y1, y2. Значит, эта сеть обладает этим свойством, что каждый следующий слой связан с предыдущим слоем по принципу «каждый нейрон с каждым нейроном». И если вы ничего не знаете про ваши данные, это в какой-то мере разумная конструкция. Давайте теперь представим себе, что я хочу применять нейросеть к задачам обработки картинок. Но самая простая задача обработки картинок – это какая-нибудь классификация. у вас есть какие-нибудь картинки кошечек и собачек. Вы хотите научиться отличать одно от другого. Как это сделать? Ну, теоретически ничего не мешает сказать, что вот у нас есть картинка. Картинка состоит из пикселей. Вот мы ее можем рассматривать как некоторый набор пикселей. А дальше можно просто, так сказать, выпрямить эту самую картинку. Представить себя просто как элемент в очень многомерном векторном пространстве. Допустим, у вас 10 миллионов пикселей. Ну, значит, это элемент в пространстве R в 10-миллионной. Ну, или R в 30-миллионной, если учесть, что каждый цвет кодируется, на самом деле, тремя числами. Если это цветная картинка. То есть можно теоретически выпрямить и получить такой длинный вектор. Вот. Значит, допустим, здесь будет... Допустим, здесь была картинка 10 миллионов пикселей. Значит, это будет вектор размера 3 на 10 в шестой элементов компонента вектора. 3, потому что 3 числа на цвет. 3 числа на пиксель – это разные цвета. Ну, и теоретически потом можно взять эту картинку в виде такого длиннющего вектора и скормить его вот такой вот какой-нибудь нейросети. В чем проблема такого подхода? Значит, такой наивный подход. 4, потому что... Проблема в том, что, на самом деле, мы вот во время вот этой операции теряем важную информацию. Ну и вообще, значит, даже не только во время этой операции теряем важную информацию, но и вообще. Вот эта архитектура нейросети, она ничего не знает, ни про какие связи между отдельными входами. То есть для нее вот эти два входа и вот эти два входа – это совершенно эквивалентные штуки. В том смысле, что у нее нет понятия того, что, например, вот этот вход и вот этот вход кодируют близкие пиксели. И, следовательно, они не вполне независимы. А вот этот вход и вот этот вход, допустим, кодируют далекие пиксели. Вот никакой такой информации эта нейронка не использует. Ну, просто потому что она так устроена, у нее... Ну, как бы, если вы поменяете, например, местами пиксели, как угодно перемешаете картинку, то с точки зрения архитектуры здесь ничего не поменяется. Но, в принципе, понятно, что, например, человек не так работает. Если вы подсунете человеку картинку, в которой все пиксели перемешаны, то человек, скорее всего, не сможет понять, что на ней нарисовано. По камере, даже если это будут не пиксели, а какие-то более крупные кусочки, ну, есть такое развлечение пазл собирать, но все, кто когда-нибудь собирал какой-нибудь пазл, знают, что это требует довольно большого времени. Вот, поэтому, в общем, применять такую архитектуру к картинкам с таким наивным подходом – дело довольно гиблое. Теоретически, конечно, если у вас есть очень много данных, теоретически можно ожидать, что когда-то эта самая нейронка просто выучит информацию о том, что, например, вот эти два пикселя соседние, и это означает, что их нужно обрабатывать, эту пару нужно обрабатывать не так, как вот эти пиксели. Ну, просто потому, что она будет видеть много-много-много-много-много-много картинок, где содержимое вот этих пикселей будет как-то скоррелировано, а содержимое вот этих пикселей не будет так сильно скоррелировано, и она как бы будет использовать в дальнейшем эту информацию. Опять же, просто естественным образом за счет обучения. Теоретически можно такого ожидать. Но количество картинок, которые ей придется подсунуть для этого, оно ужасающее, особенно если это сколько-нибудь большие картинки. Ну вот, в принципе, если вы возьмете набор данных МНИСТ, то я думаю, что вы его можете до нормального уровня обучить просто вот на такой полносвязной сети. Знакомы вы с этим самым МНИСТом? Такие циферки рукописные. Окей. Вот, но если вы попробуете обучить аналогичным образом большую картинку, но на больших картинках, то все будет очень плохо. Значит, какие есть альтернативы? Значит, хочется как-то в архитектуре нейросети учесть тот факт, что, вообще говоря, у картинки есть некая дополнительная структура. Это не просто куча пикселей, которые непонятно в каком порядке идут, а есть какая-то структура соседства. То есть мы говорим, что, например, вот этот пиксель является соседним с вот этим пикселем, допустим, вот этот и вот этот пиксель, а они далеки друг от друга. Есть какая-то структура соседства. Ну вот как-то мы хотим эту структуру соседства учесть. Как это можно делать? Ну, давайте смотреть. Значит, еще до появления всяких нейросетей люди в Computer Vision использовали то, что называется сверточными фильтрами. Давайте я начну с одномерного сверточного фильтра. Значит, свертки. Просто потому, что у меня будет проще картинку рисовать. Давайте представим себе, что у меня есть такая одномерная картинка. Ну, например, это не картинка, а, например, это какой-нибудь Time Series. Что-то, что меняется со временем. Временной ряда. У временного ряда тоже есть некоторая структура, а именно соседние моменты времени. Это не то же самое, что далекие между собой моменты времени. Ну, вот, допустим, что у нас есть какая-то вот такая вот штука. Значит, что такое свертка? Значит, вот у меня сейчас в этой штуке записаны какие-то чиселки. 2, 1, 3, 5, 7, 9, 4, 1, 2, 1, 5, 3. Что-нибудь в таком роде. Дальше. Я задаю некоторое сверточное ядро. Это такой небольшой кусочек, но, допустим, он состоит, в данном случае, из трех элементов. Здесь написаны какие-то числа. Допустим, минус 2, 1, 1. Или минус 2, 1, 3, например. Давайте минус 2, минус 1, 3. Что-то так больше нравится. После этого я беру вот это окошечко и прикладываю его к кусочку моего исходного временного ряда. После этого я вычисляю просто скалярное произведение. Вот такое. Значит, скалярное произведение вот этого окошечка с соответствующим кусочком моего временного ряда. Скалярное произведение просто вот таких двух векторов. Значит, получается какая-то чиселка. Значит, давайте я ее куда-нибудь вот сюда помещу. Значит, вот эта чиселка. Это чиселка, которая образована так. Так, это просто минус 2 на 2, минус 1 на 1, плюс 3 на 3. Вот, значит, это первое. Дальше я сдвигаю это окошечко на одну позицию. Значит, было окошечко здесь, а стало окошечко тут. Вот такое. И теперь считаю скалярное произведение. Опять же, вот этого же самого фиксированного. Значит, я называю сверточным ядром с вот этим вот кусочком моего длинного вектора. Давайте я пока оставлю эту штуку здесь, а тут ее напишу заново. Значит, вот здесь у меня есть еще одно. Вот тут вот есть еще одна штука. Значит, и здесь у меня используется тот же самый набор коэффициентов. Тоже минус 2, минус 1, 3. И теперь я считаю вот такое скалярное произведение. Значит, вот здесь будет минус 2 умножить на 3, плюс минус 1 умножить на 5, плюс 7 умножить на 3. И так далее. Значит, едет у меня вот это окошечко с написанными в нем цифрами, числами. И каждый раз считается соответствующее скалярное произведение. Значит, откуда берутся цифры, я сейчас не сказал. Пока что мы их просто с потолка написали. Значит, чуть-чуть попозже эти цифры будут обучаться. Вот эта вот штука. Это называется сверточное ядро. Пока что я просто говорю, что если эти цифры заданы, то задана такая операция, которая из вот такого исходного длинненького вектора делает новый длинненький вектор. Но, значит, если я применяю эту сверстку так, как я ее сейчас здесь нарисовал, то у меня длина нового вектора будет на 2 меньше, чем длина исходного вектора. Значит, в конце концов я дойду до вот такой позиции. Сейчас здесь будет опять же минус 2, минус 1, 3. И получу какое-то значение вот здесь. Значит, вот это преобразование, оно и называется сверткой. Свертка с данным ядром. Вот. Понятно, как эта штука работает? Что мы можем сказать про свертку? Какие свойства свертки можно сходу назвать? Если думать про свертку, как про некоторое отображение из какого-то n-мерного пространства в n-2-мерное пространство. Что можно про это отображение сказать? Ну, да, как минимум оно линейное. Это линейное отображение. При этом не всякое линейное отображение, естественно, является сверткой. Это какой-то очень специальный класс линейных отображений. На самом деле, если вы матрицу этого линейного отображения напишите, то там она будет устроена так, что просто по диагонали там будут идти вот так вот эти самые, вот это самое ядро, так вот записанное со сдвигами. Значит, уменьшает размерность. Ну да, теоретически, так как я его нарисовал, он уменьшает размерность на 2. Но, в принципе, можно было бы этого и избежать. Можно было бы сделать штуку, которая называется padding, а именно можно было бы дописать, вот сюда дописать, например, 0, и вот сюда дописать 0. Значит, это называется padding. И тогда свертка могла бы и не уменьшать размерность. Тогда мы могли бы теперь рассмотреть окошечко, которое приложено вот сюда вот, и, значит, то же самое сделать здесь. Вот так вот. И получить штуку такого же размера, такого же размера, как и было. Обратное ядро. Ну, да, я думаю, что если мы используем padding, то эта операция обратима, можно найти обратно. Значит, смотрите, важное свойство, которое есть у свертки, такое, что оно, что это операция, так сказать, эквивариантно относительно сдвигов. Значит, если я сдвину исходную штуку, потом применю свертку, то это то же самое, что я сначала применю свертку, а потом сдвину исходный вектор. Значит, коммутируется с двигателем. И это, в принципе, хорошее свойство, по-высоконалучному называется эквивариантность. Ну, это хорошее свойство, потому что, когда мы… Мы при этом используем тот факт, что у нас есть вот эта вот структура линейная, что есть, значит, что есть, с одной стороны, есть соседние элементы, и вот это свойство соседности не меняется то, что вы сдвигаете. Во-вторых, в целом, как бы, разумно считать, что там, если, например, вы делаете какой-нибудь классификатор временных рядов, то, по идее, результат этого классификатора не должен сильно поменяться от того, что вы этот временный ряд на единичку сдвинули вправо или влево. И добиться вот такой вот эквивариантности, добиться коммутирования со сдвигами, ну, в принципе, это хороший первый шаг к тому, чтобы придумывать архитектуру, которая была бы, в смысле, инвариантна относительно каких-то малых смещений, то, чего мы хотим. Вот. Значит, поэтому вот такие вот два свойства хорошие. Значит, понятно ли, как работает свертка в одномерном пространстве. Опять же, в принципе, на самом деле, можно использовать какие-то другие алгоритмы для свертки. Кстати, некая терминологическая путаница. В математике, когда пишут формулы для свертки, на функциональном анализе, например, используют немножко другое определение. Там для удобства некоторых вычислений, когда пишут сверточное ядро, подразумевают, что нужно наоборот умножать, что у вас индекс по исходному вектору бегает, например, слева направо, а по свертке бегает справа налево. То есть вам нужно было бы умножать вот этот элемент на этот элемент, этот на этот, а этот на этот. Но с точки зрения программирования сделать вот такую штуку попроще, когда умножение происходит вот так. А с точки зрения результата это одно и то же. Ну, там просто какие-то технические вычисления прошу в одном, с одной конвенцией записывать, чем с другой. Поэтому в машинном обучении сверткой называют вот эту штуку, а во все остальные математики эту же штуку называют как-нибудь там кросс-корреляцией, чем-то в этом роде. Вот. Но мы будем эту штуку называть сверткой. Да простят меня специалисты по функциональному анализу. Вот. Окей. Давайте теперь посмотрим, как работает свертка для картинок. На самом деле работает точно так же. Значит, свертка в 2D. Да, естественно, вот это сверточное ядро, я его нарисовал из трех элементов, но в принципе можно было бы нарисовать из любого другого количества элементов. То есть можно рассматривать свертку из двух, из пяти элементов. Как угодно. Значит, давайте посмотрим на свертки в 2D. У меня есть картинка. Значит, теперь я не выпрямляю эту картинку. Я картинку рассматриваю как именно такую двумерную табличку, я буду этим пользоваться. Значит, давайте сейчас считать, что у меня картинка монохромная для простоты. То есть это просто матрица, состоящая из чисел. И дальше опять же у нас есть сверточное ядро. Здесь могут быть написаны какие-то числа. Минус 1, минус 2, минус 1. 0, 0, 0, 1, 2, 1. Человек в таком роде. И дальше я делаю точно такую же штуку. Значит, я хочу создать новую картинку с помощью вот этого ядра. Значит, вот у меня есть место для новой картинки. Значит, допустим, я хочу вычислить значение вот этого пикселя. Я беру это мое ядро. Прикладываю к исходной картинке. Хорошо, допустим, сейчас вот так я буду прикладывать. Допустим, я сейчас без пейдинга это делаю. Значит, прикладываю вот так вот к исходной картинке. Допустим, здесь тоже какие-то числа я сейчас напишу, просто чтобы было понятно, на что мы умножаем. И дальше просто считаю скалярное произведение между вот этой штукой и вот этой штукой. Просто считаю поэлементное произведение этих двух матриц. Не матричное, а просто поэлементное. И все складываю. Значит, значение вот здесь будет таким. Это будет 1 на минус 1, плюс 2 на 0, плюс 2 на 1, плюс 2 на минус 2, плюс 3 на 0, плюс 2 на 5, плюс 2 на минус 1, плюс 0 на 1, плюс 4 на 1. Вот такое скалярное произведение. Ну и так далее. Значит, допустим, для того, чтобы получить значение вот в этом пикселе, мне нужно, опять же, вот эту штуку приложить теперь вот так и теперь посчитать такое скалярное произведение. Ну и так далее. Значит, у нас вот так вот это окошечко бегает здесь, каждый раз считается соответствующее скалярное произведение и получается какой-то результат. Значит, была картинка, получилась новая картинка. Так работает операция свертки в 2D. Ну и, на самом деле, понятно, что можно дальше обобщать, можно рассматривать операцию свертки в 3D, тогда у вас будет такое трехмерное трехмерное сверточное ядро, такой кубик, и он будет бегать по такому тоже какому-то пролипипеду данных и так далее. Вот. Значит, это то, как оно, как, в принципе, работает операция свертки. Теперь, значит, есть ли вопросы по этой части? Значит, да, пэддинги бывают разные, значит, ну, например, если у вас ядро действительно вот такое, то в качестве одной из формы пэддинга можно действительно просто добавить нулей всюду, ну, как бы считать, что ваша картинка на самом деле нарисована на бесконечном поле из нулей, ну, а вы, соответственно, используете тот кусочек этого поля, который вам нужен, например, чтобы не изменять размерность. Но, в принципе, бывают разные формы. Ну, во-первых, размер ядер бывает разный, то есть вы можете, например, сделать ядро 5 на 5. Матричное умножение, ну, нет, сейчас, матричное умножение здесь, оно, конечно, перемешает, но это не совсем то, что вы хотите. Давайте я вот что сделаю. Давайте я приведу пример какой-нибудь задачи, которая решается с помощью свертки. Вот представьте себе, что у меня есть, представьте себе, что у меня есть картинка, просто обычная фотография черно-белая. И одной из важных задач для дальнейшей обработки является выделение контуров объекта. Значит, вот, допустим, что у вас есть, давайте я покажу, как это устроено. Ну, окей. Значит, допустим, у меня есть такая картинка. Какая-нибудь черно-белая. Значит, вот здесь что-то такое нарисовано. И вы хотите, значит, а вы хотите из этой картинки, из этой картинки получить вот такой какой-нибудь контур. Ну, например, я хочу выделить, специальным образом выделить вот какие-нибудь вот эти вот кусочки, которые относятся к контуру моей картинки. Значит, как это можно было бы сделать? Хочу получить какую-то вот такую картинку. Вот такую. Здесь тоже что-то такое. Значит, как можно было бы это сделать? Ну, фактически, что это означает, что я хочу сделать? Вот я хочу посчитать. Ну, вот если представить себе, что моя картинка, это на самом деле такая функция двух переменных, интенсивность вот точки. То для того, чтобы выделить, значит, что такое вот эти вот, вот эти вот, например, границы. Ну, это такие точки, в которых производная, частная производная, значит, моей функции по горизонтальной переменной, по вот такой переменной, либо большая, либо маленькая. То есть хочется посчитать что-то вроде частной производной по одной из переменных. и в качестве, значит, для решения задачи выделения границы нужно дискретное, поскольку мы сейчас живем на какой-то матрице, на какой-то табличке данной, значит, нужно некоторый дискретный дискретный аналог оператора, допустим, dpdx1. Значит, у меня здесь x1, а тут x2. Как выглядит дискретный аналог такого оператора? Ну, значит, дискретный аналог производной – это просто, типа, если у вас есть функция одной переменной, то дискретный аналог производной – это просто взять следующую точку, вычесть из предыдущей точки. Значит, здесь дискретным аналогом вот такого оператора будет, ну, на самом деле, что-то вводит от того, что я написал. Значит, скорее всего, что-нибудь в таком роде, если я правильно помню, что на самом деле обычно используется, что-нибудь такого типа. Значит, это свертка с таким ядром. значит, вот эта штука, она будет выделять, именно выделять такие вертикальные палочки, вертикальные границы. Аналогично можно сделать выделение горизонтальных границ. То есть вот такая операция, она как раз хорошо приспособлена для того, чтобы делать какие-то естественные преобразования, связанные с картинками. Ну, собственно говоря, давайте я покажу, как работает фильтр Собеля. Значит, это я отвечаю на вопрос о том, почему не использовать матричное умножение. Ну, матричное умножение, по всей видимости, просто слишком сложная операция для такого типа задачи. Ну, да, я как раз эти самые Собельевские фильтры сейчас и воспроизвел. Вот как они записаны. И давайте посмотрим, какие результаты получаются. Значит, вот исходная картинка. Вот результат применения, не знаю, какого фильтра. Вот результат применения фильтра, который детектирует вертикальные полосочки. Видно, что здесь возникают такие полосы, выделенные. Вот особенно хорошо видно на фоне. Видно, что этот фильтр выделяет как раз вертикальные кусочки. И аналогично другой фильтр выделяет горизонтальные кусочки. Свертка сама по себе, конечно, как линейный оператор, представляется в виде линейного отображения. Да, там получается большая матрица, в которой, опять же, эта свертка выглядит как... Ну вот, если смотреть на саму по себе операцию свертки, как на операцию, которая отображает одно большое многомерное векторное пространство в другое, то она будет представлять себе такую большую матрицу, ну, в которой вот здесь вот какие-то ненулевые, причем одинаковые слагают, значит, элементы, какая-то вот такая штука, а вот здесь будут все нули. А вот тут будет наше ядро. Значит, ну вот пример операции, которую использовали для анализа изображений до того момента, как появились всякие нейронки, значит, и все это с каким-то переменным успехом работало. Понятно ли про свертки, понятно ли, как они работают и зачем они могут быть нужны? Окей. Теперь переходим, собственно говоря, к сверточным нейросетям. Что такое сверточное нейросетение? Значит, сверточные нейросети, типичная архитектура. Значит, как они устроены? У нас есть на входе некоторая картинка. Дальше мы к этой картинке применяем операцию свертки. Получаем новую картинку. Дальше мы, как правило, делаем следующую операцию, которая называется MaxPool. Я сейчас скажу, что это за операция. Значит, в результате получаем картинку поменьше. Снова применяем к ней свертку. Потом снова применяем MaxPool. Снова получаем картинку поменьше. Ну и так далее. В конце концов, у нас получается совсем маленькая картинка. Ну и как правило, мы эту маленькую картинку скармливаем уже какому-нибудь многомерному персептрону. И дальше выход этого многомерного персептрона это выход всей нашей сети. Значит, это немножко тоже упрощенная сеть, упрощенная сеть, но давайте пока с ней разберемся. Значит, возникают два вопроса. Первый вопрос. Значит, я здесь написал про какие-то свертки. Как выбирать ядро этих сверток? Ответ. Пусть нейросеть сама выучит, какое ядро нужно использовать. Значит, свертка с обучающимися коэффициентами. С обучающимися ядром. То есть, смотрите, раньше мы говорили, что вот у нас есть наш обычный полносвязный слой. Это слой, который устроен вот так. Значит, у нас есть всевозможные веса вот такие. Всевозможные сочетания этих двух нейронов из одного слоя и другого слоя. И они все независимы друг от друга. То есть, например, у нас есть вот этот вес и у нас есть какой-нибудь, скажем, вот такой вес и они совершенно независимы. Сейчас мы говорим, что у нас по-прежнему наш слой это по-прежнему линейное отображение, но теперь это не оба какое линейное отображение, как было здесь. Линейное отображение обязательно из нашего класса. из класса свертов. То есть, это означает, например, что если вы рассматриваете какой-нибудь, допустим, опять же, это какая-нибудь одномерная свертка, значит, вы знаете, что вот этот нейрончик, во-первых, получен в результате, допустим, что у нас, опять же, размер сморочного сверчного ядра три. Это означает, что вот этот нейрон зависит только от трех вот этих и вообще никак не зависит от остальных. А во-вторых, это означает, что вот эти веса будут совпадать с... Давайте я их даже разными цветами просто нарисую, чтобы было понятно, какой вес какой. Допустим, вот это нарисую зелененьким. Это нарисую. Я так не хочу. Значит, вот у меня есть вот такая штука и дальше есть вот такая штука. Значит, здесь будет такой цвет, монеты. Сейчас. Значит, это так. Да, такого вообще нет. То есть, я должен просто сдвинуть всю эту картинку. Значит, следующее будет вот так выглядит. Так. Так, так. и так далее. Значит, возникают утверждения про то, что вот этот вес равен обязательно вот этому весу. Вот этот вес обязательно равен вот этому весу. Вот. То есть, теперь мы таким образом ограничиваем наши возможности для того, чтобы менять веса в наших слоях в наших слоях. Теперь они должны быть, должны удовлетворять от этих ограничений. Значит, это, но в остальном, какие конкретно коэффициенты, то есть, так же, как мы раньше веса учили, точно так же мы сейчас веса будем учить. Значит, вот с помощью нашего градиентного спуска, backpropagation, вот всего этого, всего этого дела. Значит, это, что касается сверточного слоя. Теперь, что касается того, что такое maxpool. Maxpool — это очень простая операция. Значит, устроена она вот так. У нас есть исходная картинка. Допустим, вот такая. Тут написаны какие-то чиселки. дальше мы делаем такую вещь. Например, выбираем вот такую штуку и выбираем максимум из нее. вот я взял вот эти четыре числа и записал здесь максимум из них. 5. Дальше взял вот эти четыре числа и записал максимум из них. И так далее. представьте, я получил из картинки два на два получил картинку поменьше. Значит, если исходная картинка нечетная, ну, опять же, можно там сделать какой-нибудь пендинг или еще что-нибудь в этом роде. Или, в общем, можно что-то попридумывать. Вот. Получается вот такая штука. Мы таким образом уменьшаем размерность наших картинок. Значит, почему такая операция используется, почему она хорошая? идея примерно такая, что давайте представим себе, что мы хотим идентифицировать какой-то объект на картинке. Мы хотим понять, есть ли на картинке, допустим, лицо. И, допустим, что у нас есть система, которая показывает нам, есть ли лицо вот в этой части картинки, есть ли лицо в этой части картинки, есть ли лицо в этой части картинки, есть ли лицо в этой части картинки. Для того, чтобы агрегировать эту информацию, достаточно логично взять просто максимум ответов этих четырех систем, чтобы ответить на вопрос, есть ли лицо вообще хоть где-то на картинке. Видимо, логика какая-то такая. Вот, значит, это MaxPool, и, в общем, это примерно то, как все это работает. Вот такие чередующиеся, я забыл сказать, что вот здесь, точно так же, как в обычных нейронках, после того, как мы делаем свертку, то есть вот здесь, после этого используется что-нибудь типа relu или еще какая-нибудь нелинейность. То есть, значит, здесь, допустим, вот. Вот, ну вот как-то так, как-то так оно все устроено. То есть, понятно ли примерно архитектура? Значит, на самом деле все устроено немножко сложнее, потому что, на самом деле, даже исходные данные – это, как правило, не табличка, а, как правило, три таблички, потому что есть три цвета. И, на самом деле, на выходе сверток тоже, как правило, это не просто табличка, а набор табличек, потому что вы, значит, ну, давайте вернемся вот к предыдущему примеру с детектированием горизонтальных и вертикальных полосочек, таких градиентиков, горизонтальных и вертикальных. Понятно, что для дальнейшей обработки вам нужно иметь и информацию про горизонтальные границы, информацию про вертикальные границы, и то, и то может вам помочь. Поэтому достаточно логично, когда мы здесь, допустим, на вот этом этапе будем использовать не одно сверточное ядро, а целый набор сверточных ядер. То есть достаточно логично, когда мы получим вот здесь не одну картинку промежуточную, а сразу много промежуточных картинок. Допустим, одна будет соответствовать горизонтальным полоскам, другая будет соответствовать вертикальным полоскам, треть еще чему-нибудь будет соответствовать и так далее. Вот такая идея. Дальше, на самом деле используются даже не вот такие плоские свертки, как я нарисовал, а свертки, которые применяются к… они называют это тензорами, люди, которые занимаются всем этим дипленингом. Математики ругаются и говорят, какой же это тензор, это просто такая многомерная табличка, никакой структуры тензора на ней нет. Значит, ну вот у нас есть какая-то такая многомерная табличка на входе, дальше мы к ней применяем свертку или несколько сверток, получаем какую-то… какие-то многомерные… можем получить несколько каких-то табличек табличка на выходе, то есть получаем некоторый новый такой тензор, значит, это результат применения нескольких сверток, допустим, нескольких разных трехмерных сверток. и так далее. Значит, вот то, сколько здесь таких вот слоев, это называется… эти штуки называются channels-каналы. То есть у вас может быть в одном сверточном слое, может быть, много каналов. Следующий сверточный слой будет использовать все эти каналы… опять же, значит, следующая свертка будет устроена так, что вот у вас есть такое ядро уже в виде такого кубика, который бегает по всем этим каналам и как бы учитывает информацию со всех каналов сразу и опять же генерирует какие-то новые каналы и так далее. вот, давайте я покажу какую-нибудь еще картинку… ВГГ-16… когда-то была популярная архитектура, выглядит она вот так… значит, вот у нас есть исходная картинка, слоя… дальше применяется… ну, здесь видно… интересно, нет ли у меня здесь какой-нибудь инструмент, чтобы показывать что-нибудь… а, я знаю, тут нету, зато на компьютере есть… значит, вот у нас есть это как раз сверточные слои плюс Relu… здесь видно, что исходная картинка имеет три канала, потому что это три цвета… потом первый сверточный слой… здесь картинка такого же размера остается, но каналов уже 64… здесь мы взяли 64 сверточных ядра… дальше мы применили MaxPool… уменьшили размер картинки вдвое… дальше снова применили Relu… не Relu, а свертку плюс Relu… значит, получилось… здесь было 64, здесь 128 каналов… здесь 256 каналов и так далее… то есть видно, что они… значит, что эти самые сети… они становятся такими более… у них появляется большее количество каналов… потом здесь в конце применилась вообще… значит… применилась просто одномерная свертка где-то… ну, а потом в конце концов использовалась полносвязанная сеть… и на выходе использовался SoftMax, потому что у нас там задача классификации… вот это один из возможных… одна из возможных архитектур… в какой-то момент была популярна… сейчас, наверное, что-то более сложное, популярное… значит, и давайте я попробую показать, как это все устроено… значит, давайте я… что-нибудь покажу веселенькое… ну вот, например… значит… значит, что сделано в этой работе… в этой работе люди пытаются понять, а что, собственно говоря, должны улавливать те или иные элементы нашей нейросети… то есть, как бы… мы предполагаем, что нейросети устроена примерно так, что каждый нейрончик… ну, понятно, что у нас уже нет нейрончиков, у нас теперь есть вот эти самые слои… ну, вот мы предполагаем, что там каждый слой или каждый элемент слоя, он отвечает за какую-то характеристику изображения… ну, вот, разумно предполагать, что там первые слои будут отвечать за что-нибудь типа вот этих вот самых вертикальных, горизонтальных границ, как в фильтрах Собеля… но предполагается, что дальше, по мере того, как мы продвигаемся вперед вдоль этой самой нейронки, рассматриваем более глубокие слои, что там мы начинаем детектировать все более и более сложные объекты. И для того, чтобы это проверить, авторы вот этой статьи, они сделали такую штуку… они стали подбирать такие картинки, которые максимизируют активацию того или иного элемента вашей нейросети. Это может быть конкретный слой, это может быть целый блок слоев, это может быть конкретный нейрончик, в общем, все что угодно. Значит, ну вот, какие получаются результаты. Например, давайте посмотрим, как это все выглядит. Здесь всякие особенности того, как они это делали. А я хочу посмотреть на то, что, кстати, получилось. Так, взаимодействие… Ну, хорошо, можно, наверное, просто… Сейчас, где у них все результаты. Ну вот, можно, в принципе, вот сюда посмотреть. Значит, одни из первых слоев устроены вот так. Значит, это те картинки, на которых они в наибольшей… на которые они в наибольшей степени реагируют. Видно, что эти картинки как раз состоят из таких полосочек, что это очень похоже на то, что это просто… как раз что-то очень похожее на фильтр особенное. То есть, это означает, что соответствующие нейронки детектируют какие-то такие структуры, в которых вот есть либо горизонтальные полосочки, либо вертикальные полосочки. Следующий слой. Детектируются какие-то простые текстуры, довольно миленькие. Потом детектируется что-то посложнее. Тут уже можно как-то угадать какие-то куски объектов, какие-то цветочки, например, или что-то такое. Следующие слои уже детектируют какие-то явно куски объектов. Тут явно цветы, явно что-то похожее на глаза какие-то. В общем, некоторые штуки немножко жутковатые. Значит, и это уже какое-то 4D4E. То есть, это довольно глубокие слои. Они детектируют уже какие-то куски объектов. Вот уже даже не куски, а прям почти целиковые объекты. Тут явно видны какие-то насекомые или что-то в этом роде. Тут явно видны какие-то собаки в разных вариациях. Тут какие-то витязи. Тут явно что-то спортивное. Тут явно какие-то здания. Вот. То есть, становится понятным, что вроде бы наш сетю каким-то образом из-за своей вот такой вот слоистой структуры умудряются выучить некоторую иерархию в представлении объектов. То есть, что, ну вот, на самом деле, если подумать о том, как устроен мир, то он устроен так вот иерархически, что есть какие-то низкоуровневые фичи, а есть какие-то, типа, вот какие-то совсем маленькие кусочки изображения простых. И они последовательно складываются во все более и более сложные структуры. Ну вот, значит, сверточные нейронки, по всей видимости, естественным образом, без каких-то, без какого-то явного задания этой структуры, просто за счет того, что у них, с одной стороны, есть вот эта свертка, которая обладает какими-то хорошими свойствами, типа эквариантности, а с другой стороны, есть вот эта такая вложенная структура, когда вы результат одного слоя подаете на вход к следующему слою и так далее. Вот за счет этого каким-то образом эти нейронки умудряются просто по набору данных выучивать вот это иерархическое представление. Вот, хотя это в какой-то мере это некоторая магия. То есть люди этим вовсю пользуются, но в какой-то мере мы понимаем, как она работает, но в какой-то мере это все-таки магия. Вот. Хорошо. Значит, давайте еще скажу несколько слов про всякие разные особенности, связанные с обучением этих нейронок. Значит, во-первых, мы в прошлый раз немножко пообсуждали штуку, которая называется dropout. dropout. И давайте я напомню, что это такое. Значит, есть такой инструмент, который позволяет получше учить нейронки. Dropout — это следующая технология. Во время обучения отдельные элементы нейросети принудительно выключаются. Значит, какие выключаются, выбираясь просто случайным образом. Почему dropout — это... Почему вообще такая идея возникает, и почему dropout реально улучшает процесс обучения? Ну, улучшает качество того, что в результате получается? Ну, по всей видимости, идея примерно такая, что вот давайте представим себе, что мы натренировали нейронку детектировать лица. Значит, для того, чтобы она детектировала лица хорошо, она должна быть достаточно устойчива. Вот, допустим, у нас в нашей обучающей выборке все лица как лица. А, допустим, мы пытаемся детектировать лицо на другой картинке. Допустим, у нас на исходной картинке все, значит, в обучающей выборке все лица были без очков. А мы пытаемся подсунуть ей уже после того, как мы обучились на этой исходной выборке, пытаемся подсунуть ей фотографию человека в очках. Если... Ну, как бы, мы предполагаем, что нейронка обучилась примерно таком. она обучилась, что вот у нее на каких-то последних слоях, что у нее есть... Потому что бывают лица, и лица там состоят из глаз, носа, рта и так далее. И дальше нейронка устроена так, что она проверяет, есть ли все эти элементы. Если все эти элементы есть, то она говорит, что да, есть лицо. Но если мы подсовываем теперь ей фотографию человека в очках, она там не видит глаз. Допустим, эти очки солнцезащитные. Глаз там нет. Если наша нейронка искренне уверена в том, что лица это то, где есть глаза и все остальное, то про картинку, где глаз она не видит, она скажет, что это не лицо, а что-то непонятно. Но мы хотим сделать так, чтобы эта штука не слишком сильно полагалась на разные отдельные нейрончики или на отдельные слои или еще что-то в этом роде. Мы бы хотели, чтобы она как бы имела бы некоторую такую flexibility, что даже если она глаз не видит, но по всем остальным признакам это вроде как похоже на лицо, то, наверное, это лицо. Как этого можно добиться? Можно добиться так, что во время обучения, время от времени выключать у нее тот самый, допустим, нейрон или скорее тот самый слой, который отвечает за детектирование именно глаз и требовать, чтобы вот в таких условиях она продолжала иметь возможность детектировать лица. в этом случае она будет не слишком сильно полагаться на каждый конкретный элемент и будет использовать информацию про другие элементы для того, чтобы сделать окончательный вывод. И, соответственно, это увеличивает такую рабастность этого алгоритма уже на этапе проверки. Вот. Ну, это такое неформальное описание. Более формальное описание, ну, это примерно, на самом деле, Dropout это штука, которая немножко похожа на то, что используется в решающих лесах, когда мы, опять же, на каком-то конкретном ноде этого самого там очередного решающего дерева, который входит наш решающий лес, запрещаем этому узлу пользоваться какими-то фичами нашего исходного датасета. Опять же, для того, чтобы уменьшить переобучение, для того, чтобы сделать больше разнообразия между теми результатами, которые, кстати, получаются при усреднении. При обучении нейронок усреднение как такового не происходит, но вместо этого происходит обучение с помощью градиентного спуска. И, значит, оно в какой-то мере похоже с помощью технического градиентного спуска, оно в какой-то мере похоже на вот такое усреднение. То есть, когда мы делаем вот эти сдвиги вдоль разных градиентов, это что-то вроде того, что мы усредняем разные модели. Все это на уровне так скорее интуиции, никаких аккуратных утверждений я не говорю, но вот что-то похоже. Вот. Значит, это одна история. Вторая история, которая я хотел сказать, вот какая. Значит, есть такая штука, называется мета-лёрнинг. И в данном случае можно применять его таким образом. Смотрите, вот есть такая проблема. Обучить нейронку типа VGG-16 очень, во-первых, долго, во-вторых, нужно большое количество данных. И это большая проблема, потому что если у вас какая-то другая область, вот, допустим, там VGG-16, допустим, кто-то её обучил на одном массиве данных с одной задачкой, допустим, детектировать картинки из 10 или 100 разных классов. А, допустим, что у вас есть какая-то другая задача, вы хотите её применить к другим картинкам и детектировать другие классы. И вам очень не хочется обучать всю эту нейронку опять с самого начала. Тут можно попробовать использовать такой подход. Значит, вот если мы верим в то, что в ходе такого обучения нейронки приобретают возможность детектировать какие-то простые элементы изображений, то можно предположить, что нейронку, которую мы обучили на одном наборе картинок, можно на самом деле использовать для решения других задач на другом наборе картинок, допустим, с другими целевыми классами, но как использовать её? Использовать её не целиком, а использовать какую-то начальную часть, то есть какое-то количество первых слоёв использовать, потому что эти слои более-менее универсальные. Они извлекают из нашей картинки какие-то более-менее универсальные фичи, более-менее универсальные признаки, типа наличия каких-то вот таких вот простых патронов. А более специализированные слои, которые ориентированы, например, на распознавание каких-то конкретных объектов, скажем, вот эти вот слои, их заменить на собственные. То есть мы можем начать с того, что взять какую-то готовую нейронку, вот так вот я схематически нарисую, значит, взять, например, вот эти слои, первые, первые сколько-то слоёв. И на самом деле может быть много, может быть почти все, изучение совсем последнее. и взять обученные. Взять уже обученные. По другому датасету и по нашему. А последние слои дообучить на каком-то нашем датасете. и нашей задаче. Вот. И это действительно в какой-то мере работает. Ну, потому что мы предполагаем, что каждая часть, как бы мы предполагаем, что вот эта часть нейросети, её можно рассматривать как такой способ извлечения полезных фич, полезных признаков из картинок. А потом, причём как бы полезность этих фич более-менее универсальна. Она в какой-то мере не зависит от той окончательной задачи, которая решала эта нейросеть. А потом, если мы верим в то, что это правда, дальше можно пробовать на базе этих фич уже дообучить какой-то конкретный там алгоритм классификации. Вот. И это такая тоже популярная история. История связана с мета-обучением, когда вы хотите сделать такую систему, которая бы как бы в какой-то мере приобрела бы какие-то более-менее универсальные навыки, которые потом можно без полного переобучения, без полного обучения заново применять с достаточно легким доучиванием, применять для решения разных задач. Вот это в целом называется мета-дарнинг. Это такая довольно интересная область, которая... С одной стороны, все очень хотят, чтобы что-то очень хорошо получалось бы, с другой стороны, пока что. Ну, в общем, прогресс довольно медленно идет в этой области. Но вот это вот один из подходов. Вот. Есть ли какие-нибудь вопросы на эту тему? Хорошо. Так, ну что? Если вопросов нет, тогда... Наверное, я рассказал все, что собирался сегодня рассказать. Давайте тогда, наверное, на этом и закончим. точно нет вопросов. Хорошо, ну ладно. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok